Мы продолжаем уроки, Таня, с самого начала. Пошлый урок мы закончили в третьей главе. И смотря, что тут говорят, что не совсем поняли вопрос о датах, я думаю, что больше, чем я объяснял прошлого урока, это не для урока, а для форбрэнги. Мы отдельно будем об этом говорить, когда будем на форбрэнге. Это больше чувства, чем понимания. Тут надо раскрыть совершенно другое объяснение. А сегодня мы продолжаем знакомство с Божественной Душой. Еще один элемент, который называется одеяние. То есть мы в второй главе поняли, что душа – это Божественность. Божественность, которая превратила в человеческую душу и дана нам. В третьей главе мы поняли, как она функционирует. Она сама как функционирует. Для этого у нее есть 10 силы, похожие на 10 сферот в мироцилют, разделенные на двух частей – мозговой часть и медот. А у Божественной Души есть разум и чувства. Разум и чувства. Теперь мы будем переходить к одеянию этого душа. Что такое одеяние? Для того, чтобы понять, что это значит одеяние душа, надо понять, что такое одеяние. Вообще, одежда. Что такое одежда? Одежда. Мы одеваем одежду за разных причин. Зачем мы одеваем одежду? Холодно или жалко. Холодно или жалко. Перекрыть тело. Зачем? Потому что в нашем обществе это стыдно. И не касается к нашему обществу. Для того, чтобы контактировать с кем-то, мне нужно одеться, перекрыть себе частями. Сколько перекрыть себе частями? Если на море очень мало частей, если в уважаемые общества очень много частей, фактически ничего не оставит голой, открытой, раскрытой. То есть вопрос, где я, сколько я одеваюсь. Мы говорили уже, защитить себя, холодно или тепло. Вторая причина, контактировать с людьми. Вопрос, сколько? Ну, сколько, какое общество, где я нахожусь. И потом качество. Качество одежды. Настолько, что мудрецов говорят, то как человек одевается, ты понимаешь, кто он такой? В нашем мире, который стал очень внешним, очень материальным, особенно в последнее поколение, одежда – это признак своё «я». Кроме статуса. Есть люди, которые ходят в магазины смотреть на одежду. Не одежда над ними. Просто смотреть на одежду – это ещё хуже, да? Но если я увижу человек, ходит в одежде в определённой форме, я пойму, что он электрик, или сварщик, или шахтёр. Пойму по цвету, по виду, по грязгу, которая у него на этого. Если я увижу человек, идёт с рубашкой и пиджак, я пойму, я пойму, что он адвокат, или бухгалтер, или какой-то бизнесмен. Если я увижу, что у него дорогие одежды, то есть я пойму, что он реально достаточно серьёзный человек, с много деньгами, при деньгах, и так далее, и так далее. То есть это описание, какой я. С одной отличием. Когда мы говорим о материальной одежде, это не я. В конце концов, материальная одежда – это не я. Материальная одежда – это отдельно от меня. Когда мы говорим о одеянии, одежда, которая одевает себе и душа, это не отдельно от неё. Это её одеяние. Это часть её. Часть её. А почему я называю это одеяние, одежда, и не самой душой? Потому что они не имеют по себе никакого склада характера и никакого суть, кроме несения. Месседж, знания, чувств, которые душа хочет выражать другим. Они являются всего лишь каналом передачи информации. По себе не имеют никакого сути. Какие у нас одеяния для души? Есть три одеяния. Махшово, дибу, майса. Месседж, речь и действие. Почему мы говорим, что действие – это одеяние? Ну, очень просто. Когда душа хочет или должна одевать филим, она пользуется своего личное божественное одеяние входить через животное душа и её одеяние действия в нашей физической руке для того, что одевать филим. Когда она не нуждается в одевании филим, она уже выполнила этого заповедь, или сегодня айомтов, или холомоед, или шабес, и не надо одевать филим, то она не действует. Так же, как одежда. Мне нужна одежда, я одеваюсь, не надо одежды, я снимаю. Мне нужна сегодня, сейчас пижама, потому что я иду спать, я буду одевать ночнушку. Если мне нужно идти на работу, буду одеваться в совершенно другие формы, соответствующие моей нужды. Тоже самое, когда божественная душа нуждается в руке для того, что одевать филим, она будет пользоваться руками через ее силу действия. А когда ей нужно ходить в синагогу на урок Тору или на молитва, она не будет пользоваться руками, а ногами. Поменяла просто одеяние на другое направление. Это просто. Мислы, речь. Почему речь это одеяние? Речь это пустышка. И речь я могу не пользоваться. Этих двух проверок, как мы говорили, по действия, существуют тоже по речи. Я могу, как говорит царь Соломон, Время говорит, а время молчать. Иногда надо молчать. Как написано в Талмуде, что когда человек молчал, мы думали, что он умный. Только открыл рот, и мы уже поняли, что никакого не умный. Иногда надо мольчать. Хоть будешь казаться умным. И надо говорить. То есть речь, время говорит, время молчать. И что говорить? И как говорить? Если я буду говорить с работягой, мне нужно воспользоваться диалект, да, выражением, воспользоваться методикой разговора, который они меня поймут. Или я могу их перевязать к себе, иначе они подумают, что я на них просто издеваюсь, или смотрю на них с высокой. Так нельзя. Мне нужно найти правильные слова. А если я пойду где-то академии, академики, если я буду воспользоваться выражением низкого происхождения, меня примут не так, как мне надо. То есть не примут всерьез. То есть набор слов тоже подсказывает много о моем состоянии. Так же как 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 действие. Как любая одежда. Кроме того, я могу говорить глупости. Душа не может любить всевышен по-глупому. Или понять туру глупо. но я могу говорить сколько хочу глупости. Поэтому это одеяние. Они по сути не имеют никакого то есть речь не имеет по себе никакого суть, никакого содержания, кроме той суть, которой душа вложила в него. А мысли Я могу перекратить думать? Перекратить думать я могу? Когда засню, я перестану думать? Нет? Это точно нет, это неправда. Это неправда. Более того, ученые говорят точно, что мы постоянно, у нас есть сни, просто мы не помним их. Это проверено, неправда. Мы постоянно думаем. Но беспереривно мы думаем. Это сила, которую мы не можем перекратить. А почему я говорю, что мыслой не является сама душа, а только одеяние душа? Почему? Первая причина – содержание мыслей. Содержание мыслей какая? Какое я захочу? Если я нормальный человек, который держу себе в руки, содержание мыслей будет связано с того, что я занимаюсь сейчас. И не просто так по пустякам. Хасидов в ранних поколениях могли давать отчет, о чем они думали и 10 лет тому назад. Все было под контролем. Они были людьми, нормальными людьми. У них мыслей не было, как у корова. Что видела, то и думала. А контролируемые мысли. Но по сути, и даже простыми людьми, как мы, думаем сейчас о какой-то определенной глупости. Можем развернуть и думать о другом. Того, что мы хотим. То есть, я могу контролировать и менять мысль, куда мне хочется. Как я хочу, так она будет думать. Почему она думает это? Потому что мозг сейчас занят в этом. Или сердце думает, или хочет что-то. Я поменяю мысли, или поменяю желание. Поменяются мысли. Сразу автоматично. Это первое. Но второе, и еще сильнее, чем этого доказательства, что мысли не являются сама по себе часть души, а только одеяние души. Я могу понять тупость? Понять тупость можно? Один плюс один – десять. Могу понять? Конечно. Смотря на то, в каком исчислении. Один плюс один – может быть десять. Вопрос, где получили образование. Если получили образование Советского Союза, один плюс один – точно только два. Если где-то у либералов, один плюс один может быть и восемь. Вопрос, как ты хочешь, да? Ну, по-нормальному, по-человечески. Один плюс один. Я могу понять, что один, одна яблоко плюс второе яблоко – это три яблоки. Я так не могу понять. Но могу думать. Сколько хочу. Могу думать, не понять. Почему могу думать и не понять. Понять – это я должен понять. Не понимаю. Одна яблоко, вторая яблоко – это два яблоки. А думать, что хочу, могу. Могу думать глупость. Не существуешь и выше. Могу фантазировать. Могу. Почему это так? Потому что мысль – это не сама душа. Сама душа не может быть ложной. Она должна быть, как есть. И животная душа такая. Что есть, то и есть. Что нет, то и нет. Галлицинация не существует. А мыслы – может. Может. Вот. После того, что мы поняли, что есть три одеяния, одежда, которой дают сервис, доступность, божественная душа. Теперь научим, как и что они в себе соображаются. Вы сказали, что одеяние является каналом бумага. Каналом бумага, потому что от того, как он не может. Что такое канала бумага? Я понимаю. Хорошо. Хорошо. Я понимаю вопрос. Перегдалет. Четвертая глава. Страница 52. Еще есть у каждого божественная душа. Еще. Кроме вторая глава. Сама божественная душа. И кроме десять сил, которые выражают божественная душа. Да? Есть еще что-то, которое связано с божественной душой. А что это такое? Шлойшо левушим. Три одеяния. Ше-хем. Кто они такие? Махшово. Дибу. Умайсе. Мисль. Речь. И действие. Ше-эль. Тарьяг. Митцвис-Атео. Которые выполняют 613 заповедей. 613 заповедей? А почему не говорят нам, что о которых выражают любви к Всевышнему? И которые выражают страх перед Всевышнему, как было написано везде, в третьей главе. Почему так? Что случилось? Дальше. Мы сейчас поймем и ваши вопросы. Все будет понятно. Когда человек выполняет на делу действия, кол митцвис-Масис. Все заповеди, которые требуют действия. А это большинство заповедей. Большинство заповедей, с исключением очень малочисленной. Они делаются через чего? В действии. Поэтому он сразу начинает. Все. Когда человек выполняет на делу, то есть в действии, все заповеди, которые требуют действия. И в речь он занимается объяснением и пониманием все 613 заповедей в Илхоисеем, их законной. Еще раз. В речь. Что он делает в учении Тора? В речь. Вы замечаете, что написано тут? В речь. Что он делает в речь? Он занимается объяснением все законной 613 заповедей. То есть что он делает в речь? Он повторяет это. Не понимает. Раньше мы говорили, что он понимает божественность. Он понимает величие всевышнему. Которое бесконечное. Почему тут не написано? Когда в речь я повторяю величие всевышнему и его бесконечность, когда я выражаю это в речь. Так не написано тут. Тут написано, когда я занимаюсь учением Тору. Выясняется, как выполнять 613 заповедей. Он достигает все, что он может понять в пардес, который есть в Торах. Пардес – это первая буква, четыре вида учения в Торах. Пей в пардес. Пшат. В пшат входит Талмуд вавиланский. В пшат входит законный, который есть в Шуханахух. В пшат входит смешно. Ну, такие вещи, да? Ремез – это как гематрия. Когда выражается в Тору что-то не ясно, не в прямой, а через… Да, ну, как гематрия. Или это похоже на этого, это похоже на этого. В Талмуд мы встречаем такой стиль учения очень часто. Очень часто. Аналогия. Друж, драш, мидраш. Это мидраши. Мидраш раба, мидраш там хумы. И еще много, да? То есть это мидраши, которые мы встречаем очень часто. И сод, последнее слово, пардес – это каббалет. Секретная часть Тору. То есть из этого собрано четыре буквы. Пэй, рэйш, далет, самих, пардес. Пардес – это четыре части, одна Тору. То есть говорит рэй, когда человек достигает своего мысли, достигает понимания в пардес. Когда человек через мысли, достигает знания в пардес. Тогда рэй, клолус тарья геворенавши, благодаря этих силы, то есть благодаря того, что он выполняет в действие всех заповедей, которые требуют действия. Благодаря того, что он выражает учения, которые он учит в выполнении заповедей. Благодаря того, что он достигает через мысли, через мысли, выучения любого части из пардес, любого части Тору, то ли из Пшат, то ли из Гэмэз, то ли из Дгуш, Мидраши, то ли из Сод Каббале, тогда что происходит? Тарья геворенавшой – 613 органных человек. Так написано в Талмуде, что у каждого человека есть 613 частей у нас в теле. Они милубашим, они одеваются, укатывают в себе. У нас был главный вопрос, который мы не получили ответ. Ребят, в чем отличие в нашей главе, сразу в начало, которые постоянно повторяются, подчеркиваются? Чем занимаются махшава, дебу и массы, мысли, речи и действия? Чем они занимаются? Занимаются 613 заповедей. Их выполнение. Их учение, их выполнение. Почему тут об этом подчеркивается постоянно? А когда мы учили о 10 силах божественная душа, разум и чувства, о чем мы там говорили? Достижение знания великую Богом, энцов, бесконечность, единство в Богом. И так далее. И чувства, которые выражаются благодаря этих пониманиях, любить Всевышнему, бояться Всевышнему и так далее. А здесь нет. В чем разница? Ответ очень простая. О чем мы говорим? Мы говорим о деяниях. О деяниях не любят. О деяниях не понимают. О деяниях, кто понимает? Душа. Кто чувствует? Душа. Что она понимает? Богом. Почему? Она божественная. Она понимает Богом. Что она чувствует? Тяга к Богу. Почему? Она божественная. Того и чувствует. Мы говорили об этом раньше. Есть такой закон. Каждый хуш, кол хуш, мы сигмухоши. Каждое качество может удержать подобное нее. Мы материальные, понимаем материальность. Божественная душа божественная, понимает божественность. Объясню это лучше. Божественная душа по себе, она еще не вошла ни в раю, и ни в телесные жизни. Чем она занимается? Что ей интересует? Как вы думаете? Чем божественная душа мыслит без никакого требования? Вот она по себе, о чем она думает? Я говорил еще раз. Не в телесной жизни и не в раю. Без приказа. Она по себе. Это она хочет. А о чем она мыслит постоянно? Богом все. Когда она встречает с телесной жизнью, к ней добавляется. Что добавляется? Цель. Какой цель? Учить Тору и выполнять заповедь. Теперь она должна выходить из своего натуру. Какая натура? Жить с Богом. Думать о Богом. Чувствовать с Богом. И чем заняться? Это учение Тору, как быка убивает другой бег. Или как украл один от другого от другого деяния. И как делиться имущество. То есть, для душа это никак не выражает ничего. Она о чем думает? Она о чем мыслит? Богом. О чем она чувствует? Божественность. Теперь, когда она появилась в телесной жизни, ей надо. Что ей надо? Учить Тору и выполнять заповедь. Через чего она это делает? О деянии. Поэтому, когда душа по себе, тут не вопрос о выполнении заповедей и учении Тору. Тут ни при чем Тору вообще. Тут вообще Тору и заповедь ни при чем. Она по себе чем занимается? Богом и желание бить с Ним. А как только мы говорим о деяниях, о деяниях могут любить Всевышнему. А при чем тут любить Всевышнему? А о деяниях могут или должны бояться Всевышнему? Тут при чем они? Они инструментальны. Они всего лишь инструмент. Переживать от Всевышнего это дела душа, не дела о деяниях. Так чем они будут заниматься? Божественные одеяния. Они занимаются учением Тору. Как именно? Думать о них. Понятно, это тоже проблема душа. Думать о них с ней. Говорить их с ней. Или действовать, когда это надо. Поэтому вот такая очень сильная и яркая разница между пошлой и пошлой главе. В пошлой главе мы говорили о достижении, о познании энцов, бесконечности Всевышнему. Сегодня мы говорим о понимании учения Тору. Какая учения Тора? Любая часть. И как это? Мысль должна помогать. Душа к этому соединиться. Нужно выразить учение Тору. Почему учение Тору надо выразить? А кому поможет, что он будет выразить любовь? Любовь ко Всевышнему надо выражать словами. Это никому. Это не заповедь. Не такого заповедь. Рассказать всем, как я люблю Всевышнему, это не заповедь. Для того, чтобы выполнять заповеди, надо выражать слова Тору. О, это заповедь. Вот это. Вот это применяется одеяние, которое называется речь. И когда одевать филин надо, не надо любить Всевышнему, а одевать филин. Это вот действие. И в фортуз. Субтитры делал DimaTorzok Которого он может постичь в понимании Тору в каждой из частей пардеса. Сколько душа позволяется достичь? Это тоже не каждая душа имеет такой объем возможности опознать и знать. Еще раз, вы спросили очень правильный вопрос. Одеяние связь между кем и кому? Очень просто. Между божественной душой и Тору. Тору это не божественная душа. Тору это разный. Есть божественная душа, а есть знание Тору. А божественная душа должна учить Тору. Как она учит Тору? Через речь и через мысли. Знание она получает благодаря качеству, которое дает именно уникальное качество. Которое есть, включает в одеяние вид мыслей. Это в Адильный Маамарим объясняется, какое уникальное это одеяние. Это реально дорогое одеяние. Это помшик. Одеяние, которое называется мыслей, оно изумительное одеяние. Ее преимущество, которое дает одеяние, мыслей к разуму огромное. Разум по себе не может постичь его знание без помощи одеяния, названное мыслей. Это, ну, это долгая, серьезная, очень длинная тема. То есть, когда, вот, когда мы входим уже в тему, когда душа должна теперь понять учение Тору, она пользуется своего одеяния, мыслей, вникать в учение Тору. Это уже не душа, это Тору. Вот это канал, который привязывает между Тору и ее пониманием к душам, ее пониманию. Секунду, дойдем. Вахамидойс. Это было разум. Мидойс, чувства. Вот. Любит, бояться. Вахамидос, шехен. Их, о, вахамидос, страх и любви, веанфейхен, и их, того, что от них истекает, ветоидосейхен, мэлубошайс бекиум хамидсвис. Как они выражаются, чувства, как выражаются, через одеяние. Ну, разум и поняли. Разум выражается через мысли и через речь, потом поймем. Но в основном через мысли, для того, чтобы достичь понимания Тору. А чувства в чем они выражаются? Чувства Божественной Души. Ну, это очень просто. Они, мэлубошайс, они одеваются. Речь. Теперь мы говорим о речи и действии. Бекиум хамидсвис бемайсе уведибу. Они выражаются в выполнении заповедей в делу или в речи. То есть, любит Всевышнему, который есть в Божественной Душах. Это в третьей главе. Когда они уже одеваются уже в телесной жизни, они выражаются как? Выражаются через действия. Одевать филин. Делать шхиту. Делать образование. Или выражать это словами. Молиться Всевышнему. Читать благословение после и до еды. Читать Тору. Читать. Не понимать. Читать Тору. Это чувства. Убедибу, что талмудэрошекенегиткуля. И через речь учит Тору, который превыше все выполнение заповедей. Но только тут есть один вопрос. Какой вопрос? Причем чувства? Я не припомнил, что у меня было, честно говоря, любви ко Всевышнему. Я как еврей говорю, что я люблю Всевышнему. Я признаю, что есть Всевышний. Но любить, как я люблю любой другой материальный вещь, которую я люблю. Я не говорю, что у меня такое чувство. У меня нет. Я никогда не достиг такого чувства. А я одеваю тфелин. Так при чем тут чувства и одевание тфелин? Я могу одевать тфелин без чувств. Почему мы говорим теперь, что выражение душа, ее любовь и ее страх выражаются через одевание тфелин и вопонение заповедей или читение Тору или Модитва? Почему? Он объясняет. Киаааво и шорош колгамах митцвотасы. Любить Всевышнему – это и есть причина шорош. Шорош – это корни. Корень – это поистинная причина выполнения и все 248 активных, положительных заповедей. И от нее истекается обязательство выполнения заповедей. Ху мибил адо. И если не присутствует любви ко Всевышнему, Эн ла хэм ти юмамити. Не будем выполнять заповеди по истину. Почему? Ху мибил адо. Субтитры делал DimaTorzok Потому что нельзя соединиться ко Всевышнему, не выполняя его заповеди. Что он тут объяснил? Он объяснил очень просто. Мы, я, не чувствую любви ко Всевышнему. Я выполняю заповеди, я очень стараюсь. Но я иногда и делаю грехов. Пропускаю. Почему я пропускаю? Потому что нет мотивации. Я не люблю Всевышнему, как это надо. Любил бы Всевышнему, не пропустил. Это называется не поистине. Я выполняю заповеди неистинно. То есть что это значит неистинно? Я ее выполняю, потому что привык. Переламываю себе. Объясняю, если бы что-то надо. Делаю эскафье. Переламываю моего животного душа. Понимаю, что надо это делать. Но это не истинное выполнение. Истинное выполнение это потому, что я люблю Всевышнему. И поэтому хочу с ним соединиться. А соединиться у меня нет другой вариант, кроме выполнять его заповеди. Как я буду соединиться к ним? Это совершенно другой уровень выполнения. Когда я люблю Всевышнему, я буду выполнять поистинному его заповеди. У меня есть мотивация. Я люблю, я хочу быть ближе. А ближе это через выполнение заповедей. Я буду выполнять в заповеди. То есть выражение любви, которое есть в душу, которое мы учили о ней в третьей главе, через ее реализацию. Через чего? Через действия и речь. Во всех положительных заповедях. Активных заповедях. Дальше. Ва и его астрах перед Всевышнему. И шойлэш лешаса лойсаса. Она корень и причина и мотивация не нарушать заповеди запрешающей. 365 заповеди. Почему? Потому что он боится отвернуться от Всевышнему. быть предателем, что я буду нарушать закон, который меня сказали не делать. Я же боюсь этого. Чего боюсь? Боюсь. 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 Идти против него. Как я могу идти против него? У меня есть страх перед него. О. Его племисмизу. Или он, у него есть ир-а, страх перед Всевышнему, на высшего уровня, который выражается в другое чувство страха. Он не хочет соединиться с клепотом. И поэтому он нарушает заповеди. который связанный с нижним человеком, обратная сторона божественности и тянет его к клепотам. Разница между двух видов страхом, это длинный разговор. Я, может быть, введу время в следующий урок. Но по итогам, если мы поставим итог, когда мы говорим о три одеяния, какая у них функция? Взять десять силы, сама душа, и реализовать их во выполнении заповедей. Мисль, знание Тору, речь и действие, молиться, благословлять, или читать Тору, или выполнять заповедь, реализовать. Через этого, то есть разум, который соединяется в душах, так просто о Богом, теперь будет реализовать себя через понимание, знание Тору, через мысли. А чувство, которое, опознание Богом, которое есть у божественной души, будет реализоваться где? в любви, в выполнении положительной заповеди, активной заповеди, а страхом, бояться на уши от заповедей.